Всем привет! Меня зовут Ольга Давыдова и я рада приветствовать вас на своем канале, посвященном творчеству. А сегодня я подготовила для вас новый мастер-класс, в котором мы изготовим чудесную гвоздичку антиква из фоамирана. Антику – это новый взгляд на гвоздики. Оказывается, эти цветы вполне способны составить конкуренцию с самым роскошным крупным розам или пионам. Высокие гвоздики антиква отличаются крупными махровыми бутонами кремового и розового цвета. Также бывают красные цветы. Прелесть их в том, что оттенки плавно переходят друг в друга от лепестка к лепестку. И эту прелесть мы сегодня с вами создадим из зефирного фоамирана. Если вам интересно, оставайтесь со мной! Но прежде чем мы начнем, я хотела бы рассказать вам об акции, которые проходят в моей группе ВКонтакте с 22 по 29 октября 2019 года. Мега-распродажа мастер-классов по фоамирану, а также скидка более 60% на вступление в группу по реалистичной фонфлористике, в которой собраны абсолютно все мои мастер-классы. Сейчас на ваших экранах вы видите ту самую закрытую группу ВКонтакте. Огромное количество фото и видео мастер-классов уже загружено в группу. Для вашего удобства все мастер-классы разбиты на части. Вам не придется пересматривать часы видео, чтобы найти нужный момент. Сейчас в группу загружено уже 68 мастер-классов. Группа будет пополняться мастер-классами и далее, совершенно бесплатно для действующих участников. И еще раз напомню, с 22 по 29 октября 2019 года на вступление в группу действует скидка более 60%. А также в моей группе ВКонтакте вас ждут огромные скидки на отдельные мастер-классы. Более подробная информация о скидках по ссылке под этим видео. Ну а теперь самое время начать работать над нашей гвоздичкой. Так, начнем, наверное, мы с вами с обзора материалов, которые нам будут необходимы. И начнем с вайнеров. Все те, кто работает с вами рану, уже прекрасно знают, что вайнеры – это незаменимые помощники в нашем с вами деле. Что при их помощи можно получить максимально реалистичные лепесточки, максимально тонкие, с очень красивыми, качественными прожилками. И это стопроцентная гарантия, стопроцентная реалистичность, так скажем, это использование вайнеров. Перед нами представлен набор вайнеров «Гвоздика». Это набор девочек, созданный девочками из ботанического сада. Это Виктория Мемжанова и Анна Куницына. Я уже много раз о них рассказывала. Девочки разрабатывают вайнеры специально для фоамирана. И вот такой вот наборчик, максимально подробный, они сделали для нас, для упрощения нашей с вами работы. Как я уже говорила, гвоздика, которую мы с вами будем делать, она очень крупная, очень густо махровая. Она состоит из большого количества лепесточков. И именно в этом вайнеры нам с вами помогут. Можно, конечно, делать по старинке, можно вырезать лепесточки по выкройкам, благо их в интернете сейчас уже очень много, перетирать, как-то окрашивать. Но это, вы сами знаете, занимает времени гораздо больше, чем, допустим, работа с вайнерами. Итак, начнем знакомство с вайнерами. Это набор гвоздика, как я уже говорила. Посмотрите, насколько он подробный. Он состоит из шести размеров лепесточков. То есть, смотрите, лепесточки максимально разные. Если вы видели гвоздики вживую, то сами знаете, насколько лепесточки в общей массе разнообразные. Именно для этого по возрастанию лепесточка, по возрастанию размера лепесточка, девочки сняют для нас аж целых шесть вариантов лепестков. От маленького до самого крупного. Также в наборе есть два варианта листиков. Чашечка, собственно, и чашелистик. Здесь максимально полностью набор собран для того, чтобы нам собрать с вами быстренько гвоздику. Естественно, займет время, максимальное количество времени займет вырезание этих лепесточков. Но это самое, грубо говоря, сложное. Остальное все очень просто. Сборка, окраска. Это я вам сейчас все покажу. Итак, вот такой набор вайнеров. Ссылочку на вайнеры и на группу девочек вконтакте я вам оставлю под этим видео. Обязательно посмотрите и ознакомьтесь. Далее нам с вами потребуется фоамиран, естественно. Это тоже основной материал. Для лепестков мы будем использовать фоамиран зефирный. Вот, посмотрите, как он выглядит. Очень тонкий, пористый, полупрозрачный материал. Где приобрести фоамиран, я вам также ссылочки оставлю под этим видео. Напоминаю еще раз, зефирный фоамиран по цвету. Я буду использовать молочно-лимонный. Такой светло-светлый, практически белый, но такой слегка теплый оттенок. Лимонно-молочный, он называется. Также может подойти цветочный фоамиран. По ссылочке по этой, там будет такой цвет. Либо можете использовать просто белый. Но, почему не советую, белый нам даст немного холодный оттенок в цветочке. Если вас это устроит, можете, конечно, использовать белый фоамиран. Для листиков, чашелистиков, для чашечки мы будем использовать иранский фоамиран. Он гораздо плотнее зефирного и гораздо лучше держит форму. И такой более жесткий результат, грубо говоря, мы с вами получаем. Это мы будем использовать, еще раз повторюсь, для листьев, чашелистиков и чашечки самой. Оливковый цвет. Оливковый, какой-то светло-зеленый можете подобрать. Все равно мы его немножечко с вами потонируем. Это будет зависеть, опять же, от сорта гвоздики. Может быть, вы будете использовать какую-то другую делать, вернее, гвозичку, не такую, как я. Я буду использовать оливковый. Таким образом, вы посмотрите, на листочке я уже... Фоамиран на листочке я уже нарезала. Скажу сразу, что на каждый лепесточек нам с вами потребуется 10 кусочков фоамирана. То есть, у нас будет по 10 штучек каждого лепестка. Каким образом я вырезаю? Смотрите. Я сразу намечаю на фоамиране лепесточки. То есть, прикладываю вайнер к фоамирану и обвожу чем-то остреньким. Можно, например, ножничками или иголочкой. То есть, смотрите, я сразу размечаю длину лепестка и его ширину. В случае с зефирным фоамираном никаких припусков особенных нам делать с вами не нужно. Потому что фоамиран зефирный при нагревании расширяется, он станет больше. Поэтому мы с вами не потеряем никакую форму лепестка. Я размечаю сразу размер лепесточка. Соответственно, сразу размечаю 10 штук и вырезаю, подготавливаю. То же самое проделываю с каждым размером лепестка. Что мы делаем с иранским фоамираном? Здесь немного другая политика. Иранский фоамиран при нагревании, он наоборот сужается, стягивается. Поэтому мы можем потерять какой-то участок либо листика, либо чашелистика. Поэтому в случае с иранским фоамираном обязательно делайте припуски. И сверху, и снизу, и сбоку. То есть, смотрите, я прям отступаю миллиметров по 5 с каждой стороны и делаю точно такую же разметку. Вот, посмотрите. И второй листочек тоже с хорошим таким отступом делаю. Это я разметила вот эти листики. Еще у нас есть с вами вот такая вот чашечка. Ее мы размечаем точно так же, с хорошим припуском обязательно. Чашелистик поменьше который. Ну, сделаем с запасом. Лучше сделать с запасом, чтобы у нас все хорошо с вами получилось. Это, соответственно, для одного цветочка по одной штуке. Количество листиков можете варьировать сами. Здесь уже исключительно ваше желание. Ну, вот, грубо говоря, для одной гвоздички я делаю два вот таких длинных листика с большим запасом. Посмотрите, отмеряю. Два вот таких длинных листика. Два вот таких вот двойных листика. Один чашелистик и одну чашечку. И точно таким же образом вырезаю и подготовлю. Таким же образом мы с вами получаем отпечатки с наших вайнеров. Первое и самое важное условие. Вайнеры должны быть хорошо разогретыми. Для этого нам с вами потребуется утюг. У меня здесь вот такая вот платформочка подготовленная. Это обычный бокс. В него я переворачиваю и вверх дном, вверх подошвы ставлю утюг. И на нем разогреваю вайнеры. Это очень удобно делать именно таким образом. Сейчас я помещаю вайнеры. Ну, давайте два самых крупных лепесточка. Сразу прогреем, чтобы показать. И прогреваю на утюге около 4-5 минут. Вайнеры должны быть очень горячими. Здесь вы уже видите, я подготовила лепесточки. То есть уже можете наблюдать, какие у нас они получаются по форме. Сейчас я их немножечко отодвину и покажу, каким образом эти лепесточки получить. Здесь все на самом деле очень просто. Мы с вами уже подготовили фоамиран. Нарезали мы небольшие отрезочки по размеру, подходящие под наши вайнеры. И сейчас вайнеры у нас уже достаточно прогрелись. И смотрим, каким образом мы с ними работаем. Берем кусочек фоамирана, который мы подрезали для вот этого самого большого крупного вайнера. И снимаем вайнер с утюга. Вайнеры очень горячие. Будьте осторожны. Если для вас очень горячо, это используйте либо перчатки, либо какой-то кусочек ткани для того, чтобы с вайнерами работать, чтобы не обжечь руки. Каким образом мы с вами работаем? Вот эту вот выпуклую часть мы с вами укладываем на стол. Лучше повернуть вот такое горизонтальное положение. Просто с этими вайнерами работать удобнее именно так. Второй частью, вот этой вогнутой, мы с вами накрываем кусочек фоамирана, зацепляем краешки фоамирана пальчиками, чтобы они у нас были полностью... Фоамиран был... вернее, вайнер был полностью накрыт фоамираном. И помещаем на утюг. Как я вам уже говорила, зефирный фоамиран при нагревании расширяется. Вы это сразу заметите. Поэтому в процессе я немножечко вот так вот подтягиваю краешки, для того, чтобы у нас не образовалось никаких ненужных складочек лишних. И это дополнительно еще и станчит фоамиран. Сделать лепесточки более легкими. Вот такими вот движениями я постоянно отрываю от утюга фоамиран, для того, чтобы он просто не прилип. Зефирный фоамиран может прилипнуть к утюгу. Прогреваю небольшое количество времени. Зефирку долго греть не нужно. И накрываю... соединяю вайнера. То есть накрываю вайнером с фоамираном тот выпуклый вайнер на столе. И прижимаю силы. Я равномерно распределяю нагрузку, давлю полностью на весь лепесточек, для того, чтобы у нас отпечаток получился равномерный, а не только, допустим, сверху лепестка. И некоторое время держу. Когда вайнер только прогретый, при работе с первым лепесточком лучше некоторое время подождать. Потому что очень горячий вайнер, очень горячий фоамиран. И мы с вами можем получить не очень приятный результат. Такой еще горячий, мягкий фоамиран можем достать из вайнера, который не будет держать форму. Некоторое время лучше подождать. И затем мы с вами просто разъединяем наши лавинки вайнера. И вот что у нас с вами получается. Вот смотрите. Фактура очень-очень нежная. Я сейчас попробую показать. Смотрите. Фактура очень-очень нежная, но тем не менее она есть. Прожилочки видны. Это вот внутренняя сторона. Вот видите. Свет играет, и их видно. Это внутренняя сторона и наружняя. Сразу мы получаем рельефный лепесточек с прожилками, с нежными, с нежными, красивыми прожилочками. Вот таким образом получаем отпечаток с нашего самого крупного вайнера. То же самое. Ту же самую процедуру мы с вами повторяем и со следующим вайнером. То есть с самого большого, как я уже говорила, мы снимаем 10 отпечатков. И со всех последующих также снимаем по 10 отпечатков. Сейчас на примере одного лепесточка я покажу на каждом вайнере. То же самое проделываем. Выпуклую часть укладываем на стол. Вогнутой частью накрываем кусочек фоамирана. Закрепляем, зацепляем пальчиками краешки фоамирана. Начинаем прогревать. Фоамиран тут же начинает расширяться. Мы его с вами за краешки, за верхние лучше подтягиваем. Прогреваем хорошенечко. И соединяем половинки вайнера. Ладонью надавливаю и держу несколько секунд. Далее разъединяем наши половиночки и смотрим на получившийся результат. Вот смотрите. Красивый рельефный лепесточек. И давайте мы их сразу с вами вырежем. Я покажу, каким образом я вырезаю лепесточки. И здесь на самом деле все очень просто. Но для начала, для удобства, я срезаю вот этот вот лишний фоамиран, чтобы он нам не мешался. И дал возможность лепесточек вырезать очень красиво. Вот этот ободочек я срезаю и убираю. Далее, начиная вот с этой нижней части, я прямо по форме, здесь все прекрасно видно, вы в этом убедитесь. Срезаю вот до этого места. А далее, начиная, смотрите, вот такими вот рваными движениями, дергая ножницы, вырезать лепесточек. Это делается для того, чтобы краешек у нас получился максимально реалистичным. Видите, я как бы выгрызаю ножничками краешек. Здесь совершенно хаотичную форму можно придавать. Здесь уже как возьмет рука. Дорезаем до другой стороны и срезаем ножку ровненько. Вот таким образом. Если у вас где-то лепесточек порвется, или, допустим, получится какой-то вот такой вот слишком большой выгрыз, ничего страшного. Это придаст большей реалистичности нашему лепесточку, и он будет у нас выглядеть максимально живо. То есть, как возьмет рука, вырезаем лепесточки. То же самое проделываем и со вторым лепестком. Вот первые два лепесточка. Можете дополнительно специально что-то вот так вот потянуть, вырвать какой-то кусочек. Это будет только большим плюсом. Лепестки будут выглядеть более реалистично. Вот эти лепесточки у нас с вами получаются из двух самых крупных вайнеров. Со всеми остальными вайнерами работа проделывается точно такая же. Я вам сейчас просто без комментариев все это покажу. И покажу, какой результат, какие лепесточки мы с вами получим. Прогрели следующие два вайнера. И сейчас я вам покажу, какие отпечатки получаются с них. Здесь те же самые процедуры. Прогреваем. Выпаклую часть укладываем на стол. Вогнутую берем в руки. Накрываем фоамиран. Захватываем и прогреваем. Раскрываем форму. Снимаем лепесточек и смотрим на получившийся результат. Вот такой вот он красивый, рельефный получается отпечаток вот с этого вайнера. Смотрите, сколько рельефов. Очень красиво. Вырезаем точно таким же образом, как и я вам уже показала. Проявляем фантазию. Так, берем следующий вайнер. Те же самые процедуры. Ничего нового. Я укладываю следующие два вайнера сразу и прогреваю их. Пока работаю с этими. Держим некоторое время и разъединяем наши вайнеры. Вот отпечаток с этого лепестка. Прогревались два последних размера вайнера. Я вырезала вот эти лепесточки. Посмотрите, какие они у нас рельефные, красивые с вами получаются. И тем временем у нас разогрелись последние два вайнера и мы продолжаем работать с ними. Здесь ничего нового. Делаем все те же самые манипуляции. Делаем все. Продолжение следует... 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 его полностью прорисовать ручкой прямую линию с первой с верхней части до нижней и тогда вам будет понятно как вайнер соединять потому что он круглый и можно грубо говоря не попасть правильно здесь тоже самое накрываем фоамиран вайнером загибаем уголочки и подвину и прогреваем хорошенечко фоамиран на утюге и затем совмещаем половинки вайнера совместили проверили надавили некоторое время придерживаем и сейчас я советую фоамиран сразу не извлекать из вайнера оставить остыть фоамиран вместе с вайнером нужно для того чтобы у нас не образовалась такая бесформенная чашечка от того что очень разогрет фоамиран сейчас они остатут вместе и тогда мы получим хорошо держащий форму элемент вот например как с этими листиками оставляем и работаем вот с этой половинкой здесь тоже самое посмотрите есть вот этот вот пазик вот мы их совмещаем вот он здесь есть за этим моментом обязательно следите для того чтобы отпечатки получились четки ставим выпуклый элемент на поверхность берем вторую часть верхнюю вайнером помещаем на утюг и прогреваем здесь фоамиран дайте немножко свободу не натягивайте его сильно на нижней поверхности чуть-чуть посвободней так как элемент достаточно крупные чтобы у нас фоамиран сейчас не порвался внутри нам нужно сделать именно таким образом хорошенечко прогреваем и аккуратненько совмещаем половинки то же самое надавили некоторое время держим и отпускаем и даем заготовки остыть прямо в вайнере у нас остыли теперь смотрим что у нас с вами получилось аккуратненько извлекаем детальки вот они уже остыли здесь все аккуратно вот посмотрите отпечаток чашелистика вот у нас эти листочки чешуйки все видно и все хорошо получилось и теперь смотрим что с этой частью аккуратненько извлекаем фоамиран и смотрим вот смотрите тоже видно хорошо все чешуйки фактурка легкая но она есть вот посмотрите я считаю что все получилось и так теперь нам с вами нужно аккуратненько эти детальки вырезать здесь не должны вас не должно возникнуть никаких сложностей не с листочками не не с чашечкой не 6 листья все линии у нас с вами видны хорошо читаются и очень хорошо видно как листочек нужно вырезать по контурам полученным свайнером мы вырезаем листики таким образом вот такой у нас получается листик вот у них здесь два я уже подготовила точно также вырезаем эти маленькие листики теперь нам осталось вырезать только вот эти две последние детальки здесь все точно также по рисунку свайнером мы вырезаем с вами заготовочки здесь на нижнем чашелистики должно у нас по моему 4 листочка быть 4 лепестка 4 чешуйки внимательно смотрите на заготовку и вырезайте по контуру расправляем заготовочку и вот такая вот чешуечка у нас с вами получается вот такая заготовка и то же самое вот с этим элементом здесь все должно быть попроще тут просто чешуйчатые элементы срезаем этот лишний материал чтобы он не закрывал обзора так скажем и вырезаем чешуйки на чашечки вот что у нас выходит расправляем наш элемент составляем их вместе вот посмотрите видите они замечательно совпадают и у нас получается достаточно реалистичный чешелистик но мы его еще усилим конечно эффект и тонировкой есть еще одна парочка посмотрите такие вот интересные штуки итак работа с вайнерами у нас закончена мы с вами получили все части необходимые для создания гвоздички мы получили 6 видов лепесточков вот они у нас с вами очень красивые ажурные рельефные получили листики и теперь мы с вами переходим к этапу тонировки мы сейчас будем работать с лепестками и делать нашу глазечку максимально реалистичный так я уже немного поработал сделала тонировку на лепесточках практически на всех подобрала по картинкам вот они перед вами сделала несколько выкрасов на фоамиране и подобрала наиболее на мой взгляд подходящие цвета и также тонировки нам потребуется масляный пастель по номерам 259 243 214 225 и 241 номер и так каким образом мы сейчас будем с вами тонировать я на одном примере на примере одного лепесточка каждого из размеров покажу каким образом я тонировал вы можете заметить что все леспе лепесточки станированы совершенно по-разному и это в купе нам даст очень интересный эффект очень красивую гвоздичку и так давайте начнем наверное самого маленького здесь очень просто здесь всего используем два оттенка это 214 и 229 масляной пастели я работаю всегда пальчиками наношу пастель номер 214 на пальчик на пальчики немного растираю и вот эту нижнюю часть лепесточка и практически до края я тонирую слегка вот так вот сиреневой пастелью слегка сильно яркий цвет нам здесь не нужен ни в одном из вариантов прохожусь по хвостику и до серединки кстати хвостики на всех лепесточках вообще они в природе зелененькие но так как мы спрячем их потом нашу вот этот вот колокольчик вот в эту чашечку мы не будем с вами тонировать зелеными хвостики не будем тратить на это время и естественно как вы наверно уже поняли светло-зеленая пастель номер 225 я наношу на самые краешки тоже слегка не делайте ярких акцентов потому что потом когда мы лепесточки соберем массе чтобы это не выглядело слишком ярко и слишком маляписто так скажем слегка наносим тонировочку вот это вся тонировка лепесточка номер один пастель номер 214 и 225 они у нас здесь все одинаковые вот они все лежат я их тонировал все по одзнакам абсолютно лепесточек номер два здесь у нас еще плюс к этим цветам добавляется еще номер пастель 259 каким образом в этом случае я также оставляю светлый краешек но уже гораздо меньше чем в первом варианте то есть наношу пастель номер 214 также на пальчики и прокрашиваю ей лепесточек оставляю совсем совсем чуть-чуть свободный краешек для того чтобы стонировать потом его зеленый оттенок смотрите прокрашиваю легкий оттенок напоминает даю также прохожусь по краешкам зеленым оттенком здесь он гораздо меньше у нас цвет занимает зеленый чем нежели в первом варианте прокрашиваю и добавляю пастель номер 259 также наношу ее на пальчики слегка растираю и вот в этом месте в месте где у нас идет расширение лепесточка и чуть-чуть вверх добавляю красного оттенка то есть у нас здесь уже смешиваются два цвета 214 и 259 вот таким образом тонируем лепесточки 2 размер точно также все одинаково лепесточки 3 размером мы с вами тонируем следующим образом здесь уже у нас вход идет пастель номер двести сорок три краешки здесь я тонирую пастелью номер двести сорок три прохожусь по краешкам слегка на некоторые лепесточки не на все на некоторые добавляю чуть-чуть зеленого то есть уже на краешках например с левого или с правого краешка просто добавляю зеленцы на край не на все какие-то оставляю просто желтенькими какие-то вот добавляю немножечко зеленого и здесь у нас по используется пастель номер 259 в чистом цвете то есть без 214 почему я меняю цвета дело в том что при сборке мы с вами будем не рядами собирать как вот мы сейчас они у нас разложены вот 2 3 лепесточки мы с мы будем смешивать то есть собирать поочередно 2 3 2 3 не не рядочками грубо говоря поэтому у нас будет такой очень интересный эффект на нашу пастель на ножку тонирую до серединки и еще раз более яркий акцент дает в этом месте центре лепестка если тут очень ярко что-то получается растушуете пальчиками вот вот получается вот такой вот интересный лепесток это лепесточек номер 3 случае с лепесточком номер 4 здесь мы уже с вами начинаем творчество так скажем также начиная с пастели номер 243 я тонирую практически весь лепесток то есть прямо вот до ножки ножки я напоминаю нас будут спрятаны поэтому мы особенно акцента на них не делаем протонировала и далее каким образом мы действуем далее берем пастель далее нам требуется пастель 214 259 придерживая за хвостик наш лепесточек я прямо мелочком прохожусь вот таким вот образом по прожилкам не нажимайте на мелок я абсолютно никакого давления него не оказываю у меня просто висит грубо говоря в воздухе над лепесточком и и я вот такие вот легкие легкие прожилочки наношу они нас получается еле-еле такие заметные полосочки из два заметно если получается яркий если вдруг надавили на мелочек растушуйте пальчиками ничего страшного и то же самое проделываем и вторым цветом 259 легкие легкие вот такие вот полосочки наносим то же самое делаем и с внутренней стороны легкие 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 такие прожилки у нас пастель грубо говоря ложится только на те места где у нас изгибы идут естественной форме лепесточка от ваймера то есть внутренне у нас не проходит мы тонируем по по поверхности в чем отличие отличие между лепесточками где-то я прожилочки здесь довожу прям прямо до самого края где-то оставляю край более светлым чередуйте можете сделать половину там со светлым краешком а половину вот такие которые прожилочки доходят до края для того что получился более интересный эффект у нас и так это лепесточки у нас получается четвертый размер пятый и шестой размер мы будем примерно одинаково тонировать только с небольшой разности то есть в этом случае у нас будет преобладать пастель номер 259 в этом случае пастель номер 214 каким образом начинаем также с пастель номер 243 то есть я ношу на пальчики и также тонирую половины лепесточка далее беру пастель номер 241 здесь у нас зеленца должна быть более явным так скажем и наношу на самый краешек то есть кое-где где-то слева где-то справа где-то в центре где-то совсем не наношу такой вариант тоже может быть ведь краешек более такой выделенный более зелененький у нас получается также на этом лепесточки я делаю акцент номеру пастелью номер 259 наношу на краешке здесь вот пальчика чтобы удобно было работать и посмотрите самый-самый-самый краешек вот так вот прищипываю чтобы у нас акцент был только на самом краю такой вот яркий интересный акцент и чуть-чуть вот так вот по прожилочки растушевываю еще раз добавляю то есть яркий у нас должен быть акцентик опять же не на каждом лепесточке я добавляю яркий акцент ну где-то может быть на половину там хотите добавляйте хотите нет в общем играйте с цветом и также наношу пастель номер 214 такими же движениями как в предыдущем случае легонечко легонечко то есть прям чтобы ярких у нас таких полос не происходило здесь изгибов на лепесточки гораздо меньше чем в предыдущем случае поэтому прожилки получаются такие едва заметными чуть-чуть наносим и по центру этот лепесточек также у меня здесь на пальчиках есть уже пастель номер 259 я даю более яркий акцент пастелью номер 259 чуть-чуть еще добавлю и вот таким вот образом чуть-чуть еще прорисовываю прожилки пастелью номер 214 они у нас в общем комбинируются в лепестках и этот момент нам даст такой более ровный более плавный переход в самом цветочке так вот это лепесточек номер 5 и в последнем варианте мы делаем то же самое примерно тонируем лепесток изначально пастелью номер 243 даем ему такой теплый оттенок затем пастель номер 241 зелененькая в этих лепесточках смотрите что я буду делать я даю более уже явный такой зеленый акцент также пастелью номеру в этом случае уже думаю 214 я делаю акценты на краешках таким вот образом это удобнее сюда на это место наносим даю акценты на краешке но уже 214 пастелью точно таким же образом далее я тонирую смотрите но в этом случае я оставляю вот лепесточки внимание обратите более светлые краешки слева или справа или сверху то есть участками я наношу пастель ну давайте вот в этом случае легонечко нанесем пастель в основном по правой части нашего лепесточка по ножке и по правой части то есть вот эта часть не остается светлая с обратной стороны лепесточка здесь в общем фантазируйте можно немножечко по-другому слева или справа не у нас листочки будут складываться в различные комбинации поэтому эффекты будут совершенно разнообразные нанесли и немножечко на пальчики пастель номер 259 также акцент допустим вот на этот участок в основании лепесточка вот у нас получается такой со светлым краешком один лепесточек также оттеночек но нашим еще раз 214 вот таким вот образом и также комбинируйте еще раз как вам говорил можете 2 к светлых краешка в центре акцент можно оставить верхний край более светлым здесь в общем комбинируйте лепесточки номер 5 и 6 мы также при сборке будем перемешивать 2 2 3 5 6 будем смешивать и так вот таким образом мы тонируем все лепесточки еще раз хочу сказать что чем интереснее вы сделаете тонировку тем более интересным будет у нас смотреться все это в общей массе при сборке цветочка и так основные элементы для цветка для сборки у нас готовы и мы приступаем собственно сборки наши так теперь мы с вами приступаем к сборке собирать гвоздичку я буду на проволочку вот такой вот толщина проволочки у меня 16 миллиметра можете взять немножечко потоньше сейчас это не играет особого значения потому что потом мы с вами будем дополнительно наращивать стебель но это немного об этом я попозже расскажу итак сборку лепесточков сборку гвоздики мы начинаем самых маленьких лепесточков вот с этих вот в гвоздичке еще присутствует естественно тычинки но так как мы с вами делаем густо махровую гвоздику этих тычинок там видно не будет и соответственно времени мы на это своим тратить не будем мы сделаем собственно основную массу лепесточков сам цветок и так вся прелесть сборки этой гвоздички в том что здесь нет никаких правил абсолютно ну разве кроме того что соблюдать последовательность лепесточков то есть в правильном порядке по возрастанию их приклеивать лепестки собираются не по кругу они собираются абсолютно хаотично собираются в разной форме их можно складывать их можно сжимать гармошкой их можно приклеивать полностью плоским лепестком здесь абсолютный полет вашей фантазии главное правило начиная от маленьких едят большего большим как я вам уже говорила мы будем некоторые лепесточки перемешивать например 2 3 близкие поразнает по размеру лепесточки мы будем смешивать чтобы тонировка игра у нас и 5 6 размер точно точно также самые крупные лепесточки мы с вами будем смешивать итак давайте начнем клеить я буду на супер клей я все время работаю с этим клей мне очень нравится за то что очень быстро он схватывается если какие-то у вас естественно аллергии можете подобрать клей который вам подходит смазываем клеем первый лепесточек вот эту вот ножку и просто вот таким вот образом огибаем ей нашу проволочку им лепестком и лепесточек нам с вами нужно как можно компактнее сжать чтобы никакая проволочка в серединке у нас с вами не была видна чтобы все у нас очень красиво и гармонично смотрелось ну а далее вокруг все это наши заготовочки первого нашего лепестка мы будем приклеивать приклеивать последующие как я уже говорила хотите приклеивайте его ровненько хотите его сложите вот так пополам и приклеите вот таким образом единственное о чем сразу хочу сказать это про открытие нашей шапочки шапки нашей гвоздики если смотреть на гвоздичку профиль она у нас грубо говоря вот такая вот выходит если лепесточки у нас расположена такой полукругом здесь вот это вот наша чашечка чашелистики и дальше пошли листочки и все прочее лепестки расположены вот таким вот образом то есть они у нас образует такую полусферу то есть нас лепесточки все подклеиваются не выше предыдущих то есть они у нас должны открыть шапочку и так давали давайте продолжим как я вам уже говорила полный полет фантазии ну допустим первый лепесточек я подклеиваю просто вокруг второй лепесточек я сложу гармошкой и кстати выгибать лепесточки можете в любую сторону то есть у нас не будем условно обозначать лицевую и изнаночную сторону на лепестках приклеивайте как возьмет рука и продолжаем приклеиваем первые 10 наших маленьких лепесточков так мы подклеили первый ряд лепесточков лепестки первого размера и теперь нам нужно серединочку своими немножечко поджать она нас видите такая немного капустная получается грубо говоря нам вот эти круговые круговое расположение лепесточков нужно убрать чтобы его не было заметно мы сейчас вот так вот заминаем все лепесточки и склеиваем их так чтобы у нас получился вот такой вот полнейший хаос серединки серединка должна быть у нас очень плотной никаких вот этих вот круглых лепесточков у нас читаться не должно чтобы не было видно грубо говоря четко в начало от которого от которого мы начали собирать для этого я наношу клей между лепесточками зажимаю центр чтобы он подклеился хорошенечко чтобы у нас спрятался этот первый центральный лепесточек и теперь еще дополнительно подклеиваю лепестки чтобы никогда не было видно грубо говоря откуда цветочек наш начался откуда мы его начали собирать в живой гвозильке как видите этого незаметно хаотично расположены лепесточки ну примерно вот таким образом можем еще где-то тоже подклеить если хотите пусть она у нас серединочка будет такая плотненькая мы переходим к лепесточкам 2 3 размера как я вам уже говорила мы их будем склеивать вместе то есть чередовать и 1 2 не будем приклеить приклеивать рядами и я вам предлагаю лепесточки следующим образом эти склеивать то есть мы сначала берем лепесточек собираем из них такую некоторую гармошку ну допустим берем четыре лепестка два таких и два таких собираем такую в некую хаотичную гармошку хвостики выравниваем склеиваем между собой хвостики вот у нас образовывается такой вот элемент можно какой-то листик подкрутить если он у вас слишком торчит например этот у меня убиваете его подкручиваю даже фиксирую клеем и получается вот такой вот сложный лепесток грубо говоря и только после этого мы его подклеиваем к нашей гвоздички наношу клей и подклеиваю то есть мы с вами должны образовать такую достаточно хаотичную серединку но достаточно интересную по цвету по цвету она у нас интересная будет за счет того что мы с вами смешиваем лепесточки серединка должна быть достаточно плотной то есть в этом случае еще лепесточки можем подклеивать к основанию берем следующий набор лепесточков складываем их как нашей душе угодно можем и как-то перекрутить интересно старайтесь только чтобы лепесточки все были на одном уровне и не выбивались по высоте я имею ввиду сложили далее фиксируем хвостики руки на сейчас будут в клею конечно же но это можно будет потом обычной пилочкой убрать склеиваем обязательно хорошо фиксируем лепесточки фиксируем складочки можно дополнительно и после этого уже добавляем к нашей гвоздички вот смотрите они у нас очень интересно открываются и то же самое проделываем с остальными лепесточками второй вариант мы наши лепесточки дальнейшем подклеиваем по одному но при этом складываем вот таким вот образом пополам то есть смотрите складываем наносим клей на на ножку и подклеиваем то есть серединочку мы с вами должны формировать максимально такую максимально тугую с красивыми лепесточками склеиваю его просто по серединочке можно какой-то формы добавить вот так вот его подтянуть чтобы лепесточек у нас смотрел внутрь и формируем продолжаем формировать серединку вот видите он уже очень интересно смотрится если немножечко подтянуть краешек ножку подкидывая краешек чтобы он смотрел внутрь нашу клей на ножку тоже подклеиваем здесь в общем вариант любой можете выбирать можете склеивать по несколько лепесточков вместе можете по одному вот таким образом а можете как и я комбинировать и такой такой вариант интересный у нас серединочка получится в любом случае они смотрят в одну сторону лучше с другой стороны приклеить чтобы интереснее была серединочка видите она у нас такая достаточно интересная получается сейчас можно несколько лепесточков сложить вместе снова в разные стороны например их вот таким вот образом друг на другу чтобы они смотрели склеить между собой и подклеить к цветочку ножки у нас посмотрите они на одном уровне располагаются это нам обеспечивает правильное открытие гвоздички и так сейчас я подклеиваю два последних лепестка и немножечко добавляя клей там где-то необходимую если где-то лепесточки торчат сильно отходит от серединки или что-то еще в целом сейчас серединочка наша сформирована посмотрите какой интересный рисунок у нее получился такая не имеющая начала грубо говоря серединочка и так первые три размера лепесточков мы с вами подклеили мы сформировали центр гвоздички и теперь мы переходим более крупным лепесткам и начинаем нашу гвоздичку открывать так мы переходим к лепесточкам четвертого размера и каким образом я буду их подклеивать посмотрите я их складываю пополам фиксирую вот в этом месте клеем чтобы они у нас держали форму и вот таким вот образом боком подклеиваю к нашей гвоздички следите за тем чтобы ножки у нас уже все оставались на одном уровне для того чтобы у нас правильно открывалась гвоздика гвоздика посмотрите пять лепесточков сложных я подклеила сейчас вот с таким вот расстоянием друг от друга а остальные будем подклеивать немного иным способом как-то немножечко их повернуть загнуть может быть немножечко вот так вот не полностью пополам мы складываем лепесточек а чуть-чуть чтобы более интересные формы у нас с вами были вклеиваем их между получившимися лепесточками какой-то можете допустим открытый приклеить здесь уже как я говорила никаких правил абсолютно нет опирайтесь на свои ощущения и делайте какую-то красивую форму нашей гвоздички вот что у нас сейчас выходит также дополнительно можете зафиксировать лепесточки еще и на цветке не только за ножки если какой-то очень некрасиво торчит если вам что-то не нравится чуть-чуть подкручивайте вот что у нас получается сейчас у наша гвоздика уже начала открываться посмотрите живым прототипом с фото ножки мы подклеиваем так у нас с вами остается два размера лепесточков и прежде чем мы их подклеим предлагаю немного оживить нашу гвоздичку а мы с вами должны немножечко вот таким образом потянуть лепесточки какие-то у нас с вами порвутся лепесточки то есть смотрите беру их растягиваю в разные стороны какие-то порвутся ничего страшного такие красивые рваненькие краешки какие-то мы просто более живую форму придадим чтобы не было таких все-таки более искусственных так скажем краешков прямых просто растягиваем лепесточки в разные стороны совершенно в хаотичном порядке это касается не только последнего ряда это касается всех лепесточков серединки то есть чем сильнее мы с вами поработаем в этот момент над серединочкой тем живее будет наш цветочек еще раз говоря о том что если что-то вдруг порвется это ничего страшного к сожалению не очень удобно вот таким образом держать и растягивать лепестки ну например вот в этом месте уже видно что более живой цветочек становится таким образом растягиваем обрабатываем серединочку и потом приступаем уже к нашим последним лепесточком лепесточки немножко вот таким вот образом подкрутить пальчиками тогда они становятся еще более реалистичными итак мы с вами теперь переходим к последним лепесточком подклеиваем лепестки 5 6 размера здесь по сути все тоже те же самые правила можете приклеивать полностью раз вы раскрыты лепесточки можете приклеивать вот таким вот образом их их складывать какой-то складочкой чуть-чуть загнуть лепесточек половина лепестка загнуть можете как-то его вообще вот так вот смеять здесь в общем дело только ваш единственное правило какой-либо который вот так касается именно вот этих лепесточках мы с вами будем подклеивать только за ножку то есть смазываем клей только вот эту часть делаем это для того чтобы лепесточки у нас естественным образом открывались то есть смотрите они у нас будут вот так таким образом свободно торчать и естественно все ножки теперь мы делаем на одном уровне чтобы лепестки у нас открывались и образовывали красивую красивое раскрытие нашей козички и так давайте начнем лепесточки как я уже говорила 5 6 размера мы с вами будем чередовать подклеиваем их совершенно хаотично не обязательно их приклеивать по кругу тут в общем как рука возьмет лепесточек я допустим складываю нашу клей на ножку подклеиваю за нижнюю часть лепестки я сейчас грубо говоря приклеивать там где это необходимо если вы будете смотреть на свою гладичку сверху вы будете понимать то есть вот здесь мы два лепестка подклеили и нам нужно дополнять остальные остальные части по кругу нашей гвоздички главное чтобы образовывалось естественное открытие подклеивать только за ножку и и и и каким-то лепесточку можно придать дополнительную форму сразу пока подклеиваем то есть немножечко подтянуть вот таким вот образом вверх чтобы они у нас немножечко загнулись и также подклеивать подклеивать можно как боком так и передней так и задней части в общем здесь как позволит ваша фантазия вот наша гвоздичка уже открывается посмотрите уже достаточно хорошо мы продолжаем подклеивать наши лепесточки крайним последним лепесточком примерно штук 10 я придаю изгиб практически всем то есть чтобы у нас немножечко вот так вот вниз лепесточки смотрели это нужно чтобы у нас лепестки открывались и смотрели уже должным образом вниз вот видите как получается чуть-чуть могу подкрутить чтобы была более интересная форма и придать изгиб обязательно это крайне лепесточки где-то примерно штук 10 нужно таким образом клей вот посмотрите нас образовывается естественное открытие цветочка все очень хорошо сразу себя проверяйте смотрите где не хватает и последние лепесточки подклеивайте туда где это необходимо все крайние лепесточки практически все я делаю открытым то есть уже не не подклеиваю никакими складочками просто открываю до конца собираю нашу гвоздичку важное условие придать последним лепесточкам только изгиб чтобы они у нас уже все смотрели вниз и открывали нашу гвоздичку вот собственно и все на этом сборка самой гвоздички у нас завершается вот посмотрите каким образом мы ее открыли вот с живым примером несмотря на то что тонировка у нас достаточно была яркой цвета достаточно активные у нас получился очень нежный спокойный красивый цвет характерный до этой гвоздички теперь нам с вами остается как и в предыдущем случае немножечко оживить цветочек нам нужно будет потянуть краешки возможно даже где-то порвать краешки на наших гвоздичках это за совершенно нормальный придаст гвоздики такой более живой настоящий натуральный вид подтягиваем лепесточки придаем им более натуральный вид лепесточки все не только крайние чтобы у нас красивый был переходик между центральными лепесточками лепесточками серединки к нашим крайним лепесткам немножечко потянули порвали и можно конечно же опять вот таким вот образом пальчиками доработать и лиц они сразу становятся такими кудрявенькими очень красивыми живыми является воздух немножечко можете ее расправить если что-то где-то вам вас не не нравится не устраивает где-то лепесточек какой-то некрасивый торчит можете его спокойненько подклеить капельку клея и подклеиваете к соседнему лепесточку чтобы он более красиво там лежал допустим вот вот такая вот гвоздичка это у нас получилось получается сам цветочек далее нам с вами нужно будет закрепить на стебелечке вот эту нашу чашечку давайте просто для начала ее примерим оттыкаем отверстие и подтягиваем наши гвоздички я сейчас не буду до конца и подтягивать потому что она у нас здесь мнется мы с вами сделаем еще специальную процедуру для того чтобы у нас чашечка вот это держал форму для сделаем так же стебель присоединим листочки стебель мы будем с вами делать из полимерной глины закрепим листики на стебле закрепим чашелистик закрепим чашечку надежно и естественно протонируем чтобы у нас максимально реалистичный максимально едино смотрелись все элементы и из глины и с фоамирана но это я вам буду уже показывать следующем видео которое выйдет на моем канале в ближайшее время поэтому подписывайтесь на мой канал нажимаете на колокольчик для того чтобы получать оповещение о выходе новых видео и оставаться так сказать всегда в курсе новостей канала и так вот такая вот гвоздичку у нас с вами получилась гвоздика антикула как вам еще раз говорила вот такой вот результат и так до встречи в следующем видео в котором мы с вами уже соберем полностью всю нашу гвоздичку оформим стебель сделаем листики добавим чашечку чашелистик и затонируем все это таким образом чтобы у нас элементы из фоамирана и из полимерной глины смотрелись единым целым и так спасибо вам большое за внимание и до встречи на моем канале спасибо спасибо спасибо